Лидия Григорьевна. А фамилия? Кисель. Расскажите, что произошло вчера? Ну как, вчера стрельба была в час дня. Или в пол первого. И в пол пятого. Я в доме, вот мы, вот там, аж подскочила все. Все. То, что было, была стрельба. Все. А я же не могу видеть, что здесь было. Вот я живу на той стороне. Я рвала округ, я или бежала в дом. Боялась, что стрельба. А вообще, как ситуация сейчас? Как часто это происходит? Каждый день с 12-го того месяца, Ни от одного дня, чтобы у нас стреляли. Ни одного дня. Днем, 5 часов вечера, 11 часов ночи, 3 часа утра. Нет ни одного дня, чтобы не было стрельба. А вот пострадавших часто вас стреляли? Часто. Вот здесь двоих вот ранило. Прямо на дороге у нас они лежали в больнице. С Томской улицы. Много людей. На той улице, на Шестаково, Женщину и мужчину тоже ранило. Часто. Очень часто. Как только стрельба, один-два человека. Один-два человека. Стреляют. А ранены чем? Пули это или... Я не понимаю. Я знаю, отправили в больницу раненых. А чем я вот это? Я вот другой раз летит что-то, Я даже не соображаю, Что кроме пули летают. Я вот это еще будем. А вчера сколько раненых было? Не, я знаю за одного. За Заваду. Все. Большое здоровье. Дочку похоронила. Дочки нету. В сарае, что он может. Он проработал в Шахте 48 лет. День у день. Почетный Шахчур. Ну вот. Подарки у нас такие. Это же спасибо. А этот гараж когда он заберется? В какой день это заберется? 16 июля. Два часа дня. Ну, может, 19 минут. Вот это. Ну, два часа дня. Кончили тушить у четыре лет. Один шахтёра. Один шахтёра. что, с вашего позволения, мы эту информацию ему передадим. Ну вот, сегодня стараюсь добежать до 6 хотя бы, чтобы не попасть под австрел. Жили все время здесь, в 15-м году убил отца, под австрелом, 3 июня, ну вот, живем. Вот выше. Я ветеринарный врач города Донецка, переживаю за благополучие города Донецка, чтобы не было никаких инфекций. Я занимаюсь об здоровье города, чтобы не было никаких эпидемий. Это очень важная работа. Стараемся. Мы будем стараться сюда еще раз приехать, чтобы такие истории, как ваши, высказать больше. Вы сейчас, если позвать всех людей, которые выйдут, они расскажут вам очень много всего. Потому что у всех уже накипело. Но мы не забываем вас, и мы знаем, что жизнь здесь очень сложная. Но мы вас помним, и мы знаем, что здесь жить очень тяжело. Но все равно. Ну, чтоб не было убийств, домов, разрушений. Женка, я потом не фигнял, спитающего, не до умовления. До свидания, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Мы только сообщаем об обстрелах. А вопрос, когда они закончатся, нужно задать людям в зеленой форме. Мы были сегодня... В зеленой форме? Да, да. А вот у нас мамочки есть, родные ребенки. Как им объяснить? Как им объяснить? Как им объяснить? Это потому, что те, кто у них оружие, не хотят остановить огонь. Причина в том, что те, у кого в руках оружие, не перестают стрелять. Я сегодня посещал тех, кто в прошлом были вашими соседями, кто живет в Песках и в Маринке. И у них те же самые вопросы. Точно такие же. Один вопрос. Когда я здесь живу, вот, на соседней улице, когда начинается обстрел с Маринке, когда обстрел с Маринке, наши зеленые человечки, никто не стреляет. Когда идет обстрел такой хороший, наши начинают открывать огонь. Но когда они интенсивны, когда это тяжелый обстрел, то наши ребята начинают отвечать. Мы слышим то же самое, мы слышим с другой стороны. Только по-другому. Проблема в том, что если эти оружия не исчезнет из Донецка и из Маринки, то это никогда не закончится. Давайте так, товарищ Хук, да? Да. Может посмотреть, где я живу? Где я сплю сейчас, в данный момент? В чем номер? В 18 дом летчиков. Я сплю на улице. Я сплю на улице или какая-то другая. Я это все слышу. Кто начинает, кто это. Да, мирным жителям, что нам делать? Мирным жителям, что нам делать? Вы должны сказать, что вы не согласны с тем, что происходит здесь и что происходит в Маринке. Мы такие же гражданские, как и вы. Мы хиндерны в делаем нашу работу, как вы хиндерны в своем нормальной жизни. Вы сейчас уедете, вы сейчас уедете, да? В 10 часов начнется обстрел, начнется обстрел. Что там делать? И каждый день, каждый день, каждый день. Да, да, да. Вчера около 5 часов, потом около 7 часов, в 9 часов обстрелы. И такие обстрелы не выйдешь с комнаты, чтобы до погреба добежать. Разрывные рвутся во дворе прямо. А снаряды, когда залетают во двор, когда мимо пролетают. 6-80-ток я во дворе только собрал. За все время. Я не спорю. И наши ответку дают, наши ответку дают из-за того, что они начинают по нам, по мирному населению. Вы понимаете, не по блокпостам, ни по чем, а по домам. И когда уже Украина начинает нас бомбить, конечно, начинается ответка, чтобы погасить эти бои, чтобы они не стреляли по нам. Украина. Работы нет. Мы за порядком. Украина. Каждый опыт, каждый район, был поездая. Субтитры сделал DimaTorzok